Всем привет! Сегодня в обзоре Forte RD454 Reverse R Была моделька не реверсная на канале, выкладывали, можете посмотреть, в чем между ними отличия Я их отдельно не буду сравнивать, имею ввиду две эти модельки, а каждую в отдельности Вам покажу и покажу эту, расскажу о ней, чтобы вы понимали характеристики, как ездит, как поворачивается, проедут, чтобы вы все это видели и могли выбрать для себя На экранах номер телефона звоните, если хотите приобрести, либо получить консультацию В описании ссылочка на эту модель И если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, буду отвечать на них Поехали разбираться с этой моделькой Начну, как говорится, сдалека Вот, посмотрите на нее сбоку, на этот Forte Довольно высокий клиренс Это хорошо Большие колеса Но не очень широкие Елочка, понятное дело Хорошее сцепление с землей Если я возле передних колес, сразу же скажу, что передние колеса по размерам 8,3х20 И, как вы видите, они узкие, большие То есть, межгрядочные расстояния, если у вас оно небольшое, то вполне хорошо преодолевает Покажу сноса, чтобы вы могли видеть Хороший клиренс Мосты стандартные Как для Forte, как для ДВшек Вполне и вполне Пройдем к задним колесам Есть утяжелители, как вы можете видеть, на задних колесах 12,4х28 они Внешний вид Глушитель, посмотрите Тоже не самый высокий, но и не самый низкий Стандартный В этом плане Масса с правой стороны переключается Не под капотом А сбоку Понятное дело, есть гидроусилитель руля Сразу же, пока я здесь, смотрите, как хорошо укомплектована проводка Видите? Не раскинуто, кто где, куда попало А вполне хорошо в одном месте Есть вопросы по проводочке сюда И вот сюда Спереди нос Фортовский Утяжелители Спереди их 6 штук 6 утяжелителей По 9 килограмм каждый Можно довешивать, понятное дело Есть панелька для номера Можете его сюда цеплять Вот сюда можете довешивать Еще груз Замки тоже стандартные С этой стороны открывается вид на фильтры Масильный топливный фильтр Масло проверяете Вот смотрите Удобно снизу Потому что на некоторых модельках приходится лезть рукой вовнутрь Двигатель дизельный Четырехтактный Четырехцилиндровый 45 лошадок под капотом Довольно мощная моделька И воздушно-масильный фильтр Посмотрите Не самый маленький Не то, что я про высоту говорю А про сам фильтр Покажу вам Характеристики Вот заводский номер Номер шасси Дата производства Пока здесь Ступенечка Чтобы вы могли залезть Только с этой стороны Железный пол Ручка переключения реверса Вот она Слева находится от руля Повышенная пониженная передача И как вы понимаете Четыре скорости есть То есть Четыре вперед Четыре назад Плюс повышенная Повниженная Это восемь вперед Восемь назад Педалька сцепления Удобно располагается Вполне Ручки есть Чтобы вы могли залезть Задние фары Смотрите Тоже кто-то скажет Чем-то напоминает Лаволовские Да Фара назад Есть также коробка Для инструментов Навески еще Подойдем С этой стороны Педалька газа Далька тормоза Сдвоенная Блокировка Есть Педальки Тормоз Можете разъединять Чтобы тормозить Одним колесом КПП подписано Полный привод Ручкой переключения Полного привода Понятное дело Так С этой стороны Что у нас есть Ручной газ Поднятие Опускание Навески Блокировка Заднего дифференциала Включение Выключение ВОМ А с другой стороны Мы сейчас обойдем И посмотрим Вот она Ручка Вот она Ручка Приключение Скоростей 540 тысяч оборотов В минуту ВОМ И вот Две ручки Для работы С гидравлическими выходами Вот сразу можете Их видеть Их 4 штуки Уже обойду Назад Покажу Вот они 4 штуки Трехточка Сзади Навеска Клешни Посмотрите Снизу Доварены Растяжки Стандартные Я не буду выделять Что они большие Либо маленькие Они стандартные Шпинты Понятное дело Есть Смотрите На центральную Навеску Тоже Хорошая Порядка 320 килограмм Выдерживает Навеска Можно ее доделывать Вал отбора мощности Две скорости Я уже сказал 40 тысяч Прицеп можете Подсоединять Конечно Все для этого Есть необходимого Гидравлическая ванна Для работы с навеской Вот сюда Заливаете Что еще я не сказал Сидушечка Вот Сидушечка регулируется Сзади по весу Сидушка Как для форта Тоже Обыкновенная Раздвигается Снизу двигается Вперед Назад Переключение Габариты Вот здесь Находится Выключу Руль По рулю Ловолов Руль По рулю Фортовский Приборная панель Три показателя Плюс электроника Сяду Покажу Да Давайте с вами Откроем Капот Я вам покажу Что есть Под капотом Замочки Тоже Понятное дело Стандартные Чуть сегодня Ветрено Задувает Нас Но ничего страшного Для нашего обзора Это не помеха Вот так защищен Аккумулятор На 12 вольт Говорил Есть гидроусилитель Руля И есть бочонок Радиатор Понятное дело Четырехтактный Четырехцилиндровый Двигатель Дизельный 4L10VT Как можете видеть 2400 оборотов В минуту Бензобак И отверстие Есть для бензобака Чтобы вы могли заливать Понятное дело Не открывая капот Проводочка Для тех Кому интересно Вот она Да Я уже говорил Что вполне хорошо Укомплектована проводка Колья задних колес 990-1090 миллиметров Колья передних колес 960-1060 миллиметров Сел я на место водителя Смотрите по ногам Места хватает Ноги на педальках Места до руля Тоже хватает Руль мягкий Но когда будем ехать Я вам покажу Как он себя ведет Приборная панель Более внимательно Посмотрите сейчас А вот она Давайте я включу Зажигание Чтобы вы увидели Индикаторы Видно, да? Вот такое вот Оно Теперь Между ног Повышенная Пониженная Передача Переключается Мне Я уже говорил Такое Не очень нравится Многим нравится Переключение скоростей Четыре скорости Ручки удобно Здесь расположены С этой И с этой Стороны Ну и вот Переключение Скоростей И с левой стороны Как я уже говорил Реверс Вид Спереди Вот такой Открывается И сейчас Я предлагаю Все-таки Проехаться Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА